ну чё чуваки назрело у меня желание и мысли записать еще один базарчик да про еще одного блогера которого я давно смотрю и чей канал я закачал себе на ком полностью в хорошем качестве по понятным причинам видите нахожусь я все там же вот такие тут можно найти интересные места не хуже чем мавзолий ленина да если так посмотреть по качеству так вот речь сегодня пойдет о канале белов бог его авторе игоря беловя игорь белов он является диггером и сталкером что такое диггер но это в общем то так такие гики диггеры да такая разновидность гика которые занимаются на энтузиазме ради развлечения залазят во всякие подземные сооружения пещеры шахты подвалы в общем разнообразные подземные помещения давно заброшены и там лазят снимают тусуются в общем кому что а сталкер это сталкеры это такие чуваки которые исследуют шарятся по заброшенным промышленным объектам каким-то заводом и бомбоубежищем тоже и тому все подобное шахтом да мы в общем то игорь белов это как бы одновременно и диггер и сталкер потому что он занимался исследованием шахт заброшенных шахт угольных там или еще каких-то в общем шахта это являются одновременно и подземным сооружением да и промышленным поэтому можно назвать диггер сталкер так вот часть себя представляет современная шахта да по сути это такой колодец глубиной приблизительно метров от 500 до километра на хуй и даже и больше бывает и туннель этот диаметром где-то метров 15-20 да если прикинуть я точно не знаю не шахтер на на глаз так вот и от этого туннеля он идет вниз вертикально там по этому туннелю передвигается клеть лифт ну по шахтерски это клеть называется лифт грузовой и лифт пассажирский который возит шахтеров на работу а грузовой лифт но он по роду собственно то что они там добывают наверх выгружают ну и от этого ствола по бокам идут горизонтальные эти блять туннели да я не шахтер профессиональный они называются там как-то штреки да и выработки ну выработки в общем да и они уходят горизонтально такие пещеры да где идет собственно добыча или добыча этого всего дела руды породы которая потом вы транспортируются наверх и там обрабатываются ну и собственно чё когда эта шахта она закрывается или выработка закончилась ископаемые или она закрылась там еще почему-то зарплату не платили хуй его знает но и и не засыпают потому что чтобы засыпать нужно просто до хуя просто до хуя этой земли породы это весь террикон надо обратно туда засыпать естественно такой хуйню никто страдать не будет поэтому чё делают ставят пробку бетон бетон плиты замуровывают вход в этот ствол наверху да и сверху насыпают поверх этих плит слой земли то есть ну такую работу проводят по запечатыванию этого ствола просто чтобы туда дети не лазили и вообще никто не лазил потому что там убийца можно нефиг делать это опасное дело в общем это дело она замурованная стоит много много лет естественно там она все гниет все обваливается постепенно ржавеет ты собственно там кроме лифта есть еще лестницы аварийные чтобы в случае поломки можно было выбраться оттуда с этой шахты пешком но лестницы они либо деревянные которые гниют до рассыпаются либо тонкие металлические которые проржавеют и тоже становятся ну очень опасными ненадежными в общем и стоит это все дело там 10 лет 20-30 ну и так далее просто всем уже похуй на это дело но там запечатано забыли за него но но там существует этот подземный мир все эти штольни там хрен знает что там происходит газы накапливаются всякие опасные ничего же не вентилируется в общем как стоит так стоит и что делают эти диггеры ну то есть и горбелов в чем делал он по документам по информации по местным жителям всяким да он искал эти места запечатанных шахт старых и пробивался к этим к этим самым туннелем через это через через верхний слой это из засыпанной земли прокапывался обычными лопатами со своей командой они выезжали на машине в эти места и там фигачили копали причем месяцами копали блять или по полгода это реально без шуток на энтузиазме никто им никакие деньги не платил за это они там прокапывались прокапывались пока не упирались вот в эту всю хуйню до саму эту шахту пробку проникали туда как бы продал продалбывались туда и сам ствол заходили вешали там веревку свою альпинистку на балки на всякую хуйню тоже не сильно надежную ржавую и по этим веревкам своими силами фигачили по стволу вниз до горизонтов либо до самого низа либо до каких-то горизонтов чтобы поснимать там видосы посмотреть счетом не все это все это на энтузиазме то есть просто чтобы понимали при этом он семейный человек этот игр у него там семья работа то есть такая бы цивильная работа да все как положено наверно заводик какой-то ну и после работы они этим занимались то есть представьте на энтузиазме а что такое на энтузиазме я допустим не могу представить чтобы я на энтузиазме чем-то таким занимался мне вот на энтузиазме даже рот неохота открывать широко поэтому у меня аддикция какая-то сомнительная как у нарика какого-то особенно в те дни когда мне вообще рот неохота открывать то есть я вот на энтузиазме мне даже в лом блокнотики взять себе план этой ботова базара до составить чтобы не сбивчиво говорить там сумбурно а вот как как киноман там до излагает по плану все там дубли свои переснимают мне это тоже в лом я вот просто как базар и все то что думаю это вот на энтузиазме от чуваки на энтузиазме его по полгода прокапывались лопатами тяжелая работа физическая просто чтобы залезть туда ну вот они влазили туда там они шарились а кстати ствол он же чего себя представляет там все прогнившие все эти распорки поломанные висят болтаются плюс туда еще на голову течет вода во многих местах это грунтовые воды называется то есть они одевали костюмы вот эти резиновые химзащита по моему она называется сапоги вот эти бахилы все какие-то вот эти костюмы всегда шапки эти резиновые и вот в этой всей вот этой всей фигни они лезли по веревке там по веревке с одного горизонта на другой там опять привязывали еще ниже то есть этот а что такое лезть на высоту 500 метров вот вот смотрите вы знаете девятиэтаж куда совковую обычную все видели наверно точно вот вот это 30 метров девятиэтажка а что такое 500 метров то есть да берем 5 умножаем на 3 это 15 и из нас так еще одна получается приблизительно то есть это 16 9 этажик высота прикинули до масштаб вот этой хуйни по веревочке с через эти все гнилые балки лезть 15 на это 15 9 этажек вниз 5 высота просто еще можешь сорваться на хуй и убийца что последний что впоследствии с ними и случилось ну вот и сверху еще водичка капает сыпется какая-то параша камни там же она все прогнившие все болтается это веревка она трется там об что-то она может перетереться на хуй просто и вот они у так лезли чтоб снять эти материалы что там шахте делается погулять там пошариться попить чайку там чего они делали в общем такое кино снимали документальная и такого контента ну больше нет на ютубе просто я не нашел эти все от мамкины диггеры и сталкеры это по сравнению с игорем беловым это просто просто параша какая-то галимая вообще ну и мша там есть да но он же тоже без риска без никакого по таким местам ну более менее доступным лазил то есть даже этот мша этот супер популярный да этот сталкер он ну в подметки не годится игоря белову по сути то есть просто вы откройте его канал да и посмотрите на всю эту на всю эту тему просто наберите игорь белов или белов блог белов блога канал называется английскими буквами и посмотрите это все дело как она выглядит и что она из себя представляет ну и сам это тот игорь там то команда у него была из трех человек вот сам этот игорь белов и было в ему 30 лет там с лишним и по-моему было потом был вот этот ваня да студент такой ему 20 там с чем-то это как студент выглядит и макс было такой здоровый такой тип лысый который в каске постоянно ходил такой он брутальный блин как гопник это их постоянная команда была не плюс ними какие-то чуваки подвязывались левые периодически ну как со всеми этими командами да ютуберскими там с ними еще под тусовывать всякие чувачки такие любители дамы на периодической основе непостоянной ну и в общем он тоже был как бы семейный человек очень материально был стесненный то есть у него у этого игоря у него даже не было денег купить нормальный комп на котором можно удобно монтировать видео него там было ведро до историческое на котором он там сильно страдал он там тормозило все пиздец он там по кадру редактировал это все дело в общем он об этом рассказывал все поэтому он там с подписчиков собирал деньги просто на компьютер себе чтобы монтировать видео и на элементарную снарягу вот эти веревки все карабины вся эта хуйня альпинистская которая в таких условиях быстро изнашивается становится опасной до отсыревает промокает перетирается это тоже это тоже все нужные деньги то есть то затратно по по труду по деньгам по времени это все делаешь просто чтобы сделать такой контент ну и да и горбилов он все просто собрал с подписчиков на стриме деньги ему хватило только чтобы купить компьютер себе и все и какую-то снарягу минимальную плюс они лазили даже без газа анализатора то есть газа не определяли по той признаку что они начинали задыхаться блин начинались мне глюки спутанное сознание какие-то галюны и они только так понимали что там co2 до спросите любого шахтера он скажет что это ну пиздец это самоубийство настоящая так лазить просто шахтеры даже они опасных условиях работают они так себя не ведут безрассудно но вот они так это делали получался такой вообще отмороженные чуваки веревки у них тоже были такие да не новые все это потертая тоже же она особо больших денег стоит да а денег у них было мало все на энтузиазме почти не спонсировали нихуя да эти подписчики и он все пытался как бы раскрутить свой канал раскрутить канал чтобы он стал ну настоящим когда вам каким-то 100000 может до 500 может миллионным ну потому что контент он уникальный топовый он достоин этого и собирать настоящие донаты да и свою деятельность хотя бы до зарабатывая хотя почему бы не зарабатывать но что получилось в общем все что он добился это 25000 по итогу 25000 подписчиков и доход с канала разве что на покрытие ну компенс я купил какую-то снарягу газоанализатор он купил себе под конец там прибор этот он довольно дорогой а без этого там вообще он в одном видео одним из первых он полез в шахту и чуть там не умер блин чуть не потерял сознание еле выбрался оттуда и это реально была не подстава по-настоящему можете посмотреть там есть ну еще до набрали они 25000 подписчиков а 25000 это ну ну больше да больше чем у какого-то любителя чувачка который сидит пилит обзоры на компьютерные игры там себе на кресле рассказывает там свое мнение важное о них там что он думает там музычку делает какую-то заставки но больше да чем у такого чувачка любителя школьника там но все равно это хуйня да для серьезного канала хотя бы там чтоб канал доход приносил реальный там 100 тысяч должно быть подписчиков настоящий канал который вот можно считать работой да и этим делом заниматься уже на коммерческой основе пилить такой контент но получилось у них всего 25000 подписчиков денег особо никаких а все почему как я считаю вот потому что быдло оно не понимает такой контента но не понимает его уникальность для них это вот просто какой какие-то туннели однообразные в каждом видео фонари вот эти туннели грязю когда они там что-то лазят ходят взад вперед лезут лезут вверх лезут вниз то есть разная хуйня какая-то фактически равная то же самое что школьники залезли какую-то заброшенную хуйню да мы там побегали с фонариками повеселились то есть для быдло это то же самое и поэтому быдло это такое не понимают такой контент не ценят там у них на канале собрались люди понимающие да и донатящие но их мало их тупо мало вот чтоб канал можно было коммерческим считать прибыльным покупать классную снарягу выезжать на новые места разведывать и бросить работу например да чтоб наёбаную работу эту не ходить а заниматься тупо своим вот этим делом творчеством хобби шахтами этими вот не хватило да потому что вот быдло но вот если бы они допустим в этих шахтах положили скелет какой-то да сами принесли положили где-то а потом типа его нашли но им бы сразу на канал побежала куча этих школьников и прочих таких вот долбоёбов которые именно такой ищут глупости всякие зрелищные естественно серьезные бы люди посмеялись бы забили на этот канал может да но сколько этих серьезных людей а сколько уёбков всяких школьников этих или если бы они разыграли как там из темноты вы выскакивает какой-то зомбарь знаете ну или глаза там ли рычание какое-то ну то есть чтоб цирку строить до цирку строить а так зрелищные так их спрашивают ну что в шахтах видели чего-то необычное до школьники спрашивают но они говорят да ну мы там раз видели какой-то след а другой раз видели лагерь бомжей этих металлорезчиков а еще мы видели какие-то странный блеск в темноте ну блин то для школьника это все глупости ему надо чтобы какой-то скелет там выскочил до из темноты или там какие-то сокровища сундук но это даже вот копатели металла из вот эти которые копачи блин с этими с приборами еще да есть много вот этих блогеров копачей копателей они же все прекрасно знают вот кто по-настоящему записывают реалистично мало находят них мало просмотров подписчиков потому что это скучно они там нашли пару монеток до за пять часов а тот кто подставы делает сам подкладывают там сам находят какие-то сундучки всю эту хуйню тот популярный да ну здесь то же самое как бля ну вот и получается так что канал их ну не взлетел по большому счету по-настоящему не все равно продолжали эту деятельность ради энтузиазма но кончилось все трагически они полезли в какую-то шахту еще не снимать а просто разведывать а шахта была не запечатана а просто стоял ствол он по распиздяйски был брошенный там огорожена оградка какая-то ржавая цепь висит но это для этих чувачков не проблема они там срезали ночью проникли и стали разведывать ствол ну и что случилось веревка оборвалась а и вот этот макс макс вот это здоровый да и еще один чувак который с ними был левой у они упали упали в ствол с высоты 500 500 нахуй метров там так и сказали эти менты и все и убили все а что такое падение с высоты 500 метров вот представьте да 15 этих девятиэтажек там и плюс по стволу торчат всякие балки всякая острая хуйня что там только бывает такие отслоившиеся вот эти плиты все это дерьмо вы можете в видео глянуть что это ствол представляет из себя ну вот они упали там от них одни кусочки остались по всем стенам так что там да и опознавать было ничего как бы ну по той причине да скорее всего точно он не сказал этот играй ну я думаю просто снаряга изношена да она видавшая виды как бы во вторых она цепляется за всякие ненадежные балки за острые края за ржавые которые для этого не предназначены она могла там перетереться зацепиться острым краем ну и в третьих они упали вдвоем да то есть получается у них во первых страховки не было во вторых они были друг другу привязаны то есть это ну нарушение любой техники безопасности здравого смысла никакие альпинисты так не делают чтобы если один срывался то и второй упал это любой альпинист знает там много предосторожностей но все почему потому что привыкли эти люди вести себя по отмороженному они раз полезли пронесло 2 полезли пронесло там три пронесло и они уже у них чувство создается что так всегда будет исчезает чувство опасности да и они начинают себя вести просто уже рискуют бессмысленно не об не уделяют внимание безопасности настоящего какой-то странный картур который по поездам прыгал на ходу ну и кончается это тем что до однажды везение кончаются происходит такая хуйня трагическая потому что опасность она всегда опасность объективно она есть таких местах при такой деятельности если на нее хуй ложить то рано или поздно рулеточка ваш шанс выпадет упасть 500 метров до в колодец в этот с острыми с острыми шипами блин как мартал комбате ну и чё было потом этот игорь он очень сильно расстроился до сказал все больше шахты заканчиваются шахты заканчиваются больше их не будет погибли погибли чуваки все деятельность прекращается но видео я сносить не буду потому что это большой труд это достояние ютуба должны это видеть уникальный материал ну этот канал белов блог он до сих пор как бы есть все можете посмотреть я себе его на компьютер скачал высоком качестве пересматриваю часто эти видосы и мне они очень нравятся там очень классная музыка атмосфера он игорь белов он еще музычку подбирал замечательную под это дело со вкусом так сказать с душой ну вот так но потом по моему где-то через год или полтора он опять начал снимать решил снимать видосы игорь белов но уже не про шахты чтобы не было этой отморозки всей безбашенной а он начал снимать либо ну как бы по истории этих шахт по принципу их работы там он про провалы снимал про историю каких-то шахт еще не у них был сталк в чернобыль поход в чернобыль зимний с этим с вами с его напарником который тоже в живых остался этот канал называется игорь белов тоже можете посмотреть и там этот поход поход в эту чернобыльскую зону зимой он там атмосферный с музычкой по духу он похож как вот фильм тарковского stalker очень похож на тоже категорически рекомендую посмотри ну вот после этого фильма опять произошла беда и погиб второй чувак вот этот ваня студент который да но он погиб и слава богу уже не во время съемок видосов а просто на работе с ним какой-то несчастный случай произошел возможно по его вине возможно нет но если человек привык себя вести по безбашенному то он и на работе может что-то учудить такое да там какой-нибудь кабель электрический схватить не убедившись что он обесточен ну и тому подобное то есть тут удивительного мало ну и да этот чувачок он погиб и игорь он как бы все исчез полностью перестал снимать видео как бы расстроился там и как бы все больше от него я творчества кого-то не видел контента уже около года или больше такая печальная история короче чуваки я рассказал свое мнение всем этот канал советую заценить контент реально уникальный с другими этими всеми мамкиными сталкерами диггерами не идет ни в какое сравнение канал называется белов блог блог но так чувачки носим наверно со